Этого события журналисты краевых СМИ ждали целую неделю. И вот 11 марта после отставки регионального правительства и расторжения контрактов с руководителями департаментов и служб в Рио губернатора Забайкальского окрая Константин Ильковский вышел к прессе. В самом начале хочу принести свои извинения за то, что вот эта вот неделя, она для вас была такая, ну как бы некоторая, может быть, назовем ее вакуумная. Мы постараемся сделать таким образом, чтобы власть была максимально открыта для тех, для кого она и служит в первую очередь. Вполне ожидаемо, что одним из первых заданных вопросов коснулся распуска правительства Забайкальского окрая. Константин Константинович раз и навсегда поставил точку в этом деле, назвав свои действия обычным управленческим решением. Я отправил правительство в отставку. Значит, ни в какой разрез с законодательством края это не идет. Судьба отставных министров сразу отошла на задний план, как только пошел разговор о новом составе правительства края. Главная интрига в том, придут ли в руководство региона так называемые варяги. Вообще, будут ли варяги, как вы говорите, как бы в принципе, а точнее говоря, люди как бы из других регионов? Да, безусловно, будут, и я считаю, это правильно. Ни одного человека, который бы пришел сюда, исходя из какой-то личной преданности, не будет. Только профессионализм. И, подчеркиваю, человеческие качества. Во всем правительстве это будет, ну, может быть, три человека. Говоря о составе исполнительной власти, Константин Ильковский ответил и на вопрос о ее структуре. Стало понятно, что существующий чиновничий аппарат ожидает новый раскрой. Конечно, количество чиновников избыточное. Аппарат должен быть компактным, работоспособным, эффективным и результативным. Но при этом, как бы, хочу обратить ваше внимание, что к существованию любого министерства и к его будущему мы подойдем очень взвешенно. Шашкой рубить никто не собирается. Рассказывая о планах на ближайшее будущее, Константин Ильковский заявил, что уже расставил приоритеты в своей работе. И особое внимание уделить состоянию дел в сфере местного самоуправления, культуры, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Не терпит отлагательства и вопрос повышения зарплаты бюджетникам. Есть указы президента, касающиеся приоритетных отраслей, которые на сегодняшний день в Забайкальском крае не до конца выполнены. То, что они будут, безусловно, выполнены, это факт. В завершении пресс-конференции Константин Ильковский заявил, что уже запланировал несколько поездок по районам Забайкалья. Помимо этого, в ближайшие два месяца он намерен провести выездные заседания регионального правительства по вопросам подготовки края к лесным пожарам, посевной и очередному отопительному сезону.